В этом августе, день рождения города отмечается довольно полномасштабно, 17 августа будет кульминация, 17 и 18 будет довольно обширная программа и подробнее с программой можно, кстати говоря, ознакомиться на сайте wassara.riga.lv Поговорим не только о празднике города, но прежде всего о тех вызовах, которые сейчас стоят перед Ригой. Вместе с нами в этой студии мэр Риги Виланс Тирсис. Приветствую вас в эфире. Доброе утро. От первого лица. Итак, 17 августа это не только день города, это еще и ровно год с момента вашего избрания мэром Риги. Как вы оцениваете этот год, что удалось, что не удалось сделать за этот год? Этот год был очень продуктивным. Нам удалось завершить несколько больших объектов. Восточная магистраль, Саркандаоговский путепровод, Братский мост и мы очень этому рады. И удалось договориться с правительством о финансировании для ряда других крупных проектов. Например, четвертая очередь Южного моста, мост Кунзен-Салос, Заметанский путепровод. И удалось задействовать программу восстановления покрытия. Я думаю, многие заметили, что ведется много ремонтных работ в Риге. То есть эта система работает, и если мы так продолжим, то у нас будет хорошее дорожное покрытие в Риге. Наконец-то. То, что... Ну, это, наверное, главная вещь, которая удалась, которая получилась сделать. Может быть, менее удалось работать с блоком жилья. Не то, чтобы не удалось, просто требуются дополнительные ресурсы. Мы разработали проект для утепления. Мы разработали специальный центр компетенции жилья, чтобы консультировать людей. И в конечном итоге необходимо принять решение и жителям. И мне бы, конечно, хотелось, чтобы все двигалось быстрее вперед, хотя есть и улучшения. В прошлом году утеплено было гораздо больше домов, чем в предыдущие годы. Но работу необходимо продолжать. И в прошлом году 55 домов, если не ошибаюсь, было. Ну, как мы понимаем, в Риге 6 тысяч серийных домов, построенных в советское время. Работы очень много. Но это то, что мы должны делать вместе с жителями. Это, наверное, в целом, вкратце. Понятно, что есть много других вещей. А как, на ваш взгляд, можно стимулировать развитие программы реновации, чтобы люди активнее участвовали в ней? Будем честны, мотивирует высокие цены на ТПВ. Я думаю, что это больше всего мотивирует людей, когда можно сэкономить. Это отзывается. Информировать, рассказывать, помогать. Это то, что город может делать. И понятно, что решение принимает частный владелец. И то, что сейчас происходит со стороны правительства, Сейма, поправки в законе, чтобы можно было меньшим кворумом. Одна треть могла принимать решение 30%. И это тоже помогает. Рига с нам упор, Валдник сможет более активно. 50 домов, где у самоуправления принадлежат квартиры, когда это большинство в этом доме. Тогда мы двигаемся вперед именно с такими домами, когда самоуправление голосует, и уже у них большинство. Но все равно 50 домов при 6 тысячах – это все-таки капля в море. Конкурс по разработке проекта для Вантового моста завершился ничем. Вы уже комментировали эту тему, говоря о том, что у нас, в принципе, нет проектов таких мостов, Вантовых мостов такого большого значения и масштаба. Поэтому понятно, что это сложный проект. Все-таки и что, как вы видите, его грядущее будущее? Когда все-таки Вантовый мост будет отремонтирован? Мы сейчас переоценим требования в этом тендере. Мы постараемся проактивно обратиться и проинформировать фирмы даже на уровне Европы. Мало таких компаний, у которых есть компетенция работать с Вантовыми мостами. Но мы это сделаем. Мы оценим. Может быть, нужно разделить этот тендер на две части. Одна часть, которая касается Вантов, это сложный вопрос. И второе, касающиеся всех остальных вещей, привести в порядок бетон, привести в порядок поручни и так далее. Это сравнительно просто и привычно. Может быть, и такое решение будет. Я не говорю, что оно будет, но сейчас оно оценивается. В ближайшее время объявим еще раз. Мне все же хотелось бы, чтобы мы в следующем или самое позднее, в 26-м году, все же начали его ремонтировать. Пикет недавно проходил буквально на этой неделе, который организовало общество Пилса Цилвекием, город для людей. Они утверждают, что по большому счету можно уже сейчас значительно улучшить положение на Вантовом мосту, если несколько сузить проезжую часть и сделать велодорожку. Как вы относитесь к этой идее? Мне, конечно, нравится решать проблему по существу. Если мы перестраиваем мост, то на перестроенном мосту было бы дополнительное место, и его хватило бы и для велосипедистов, и для пешеходов, и для общественного транспорта, и для автомобилей. Но в существующей ситуации, если мы кому-то даем и у кого-то отнимаем, и если сейчас с утра на Вантовом мосту мы видим, что общественный транспорт всех обгоняет по правой полосе, если мы сузим эту полосу, то такого больше не будет. И понятно, что это снизит пропускную способность и увеличит время стояния общественного транспорта в пробках. Поэтому я все же сказал бы, что городу нужно постараться поскорее начать перестройку. Когда начнется реконструкция моста, в любом случае будут ограничения в движении велосипедистов. В принципе, не смогут переезжать через мост. Поэтому сейчас ломать копию, ссориться из-за какого-то короткого периода времени, я не знаю, нужно ли нам это делать. Ну хорошо, а мобильность общественного транспорта и как ее развивать, на ваш взгляд? Возможно, развивать новые, сделать полосы для общественного транспорта. Как вообще пересадить людей из собственных авто в общественный транспорт, чтобы он стал более наполненным, как вам кажется? Это необходимо делать. Нужно, чтобы общественный транспорт был более удобным, более быстрым, более приятным и более доступным. И мы над этим работаем. За последние 4 года 50 улучшений было внедрено. Полосы общественного транспорта на улице Деглова, на улице Структура можно объехать. И на улице Чака тоже общественный транспорт, на улице Барона для трамваев. Зеленая волна создана, когда трамваи едут. У них всегда зеленый свет. И это можно видеть и в разных других проектах. Седьмой трамвай. Сейчас можно будет ездить в Кингаракс на низкопольных трамваях с высокими платформами. Есть новые автобусы электро. Билеты с QR-кодами. Месячные проездные по 30 евро. Это очень хороший продукт. И он пользуется большим спросом. Мы это видим по данным. Количество пассажиров общественного транспорта растет. И я могу сказать, что мы движемся в правильном направлении. Необходимо продолжать работать. И я согласен с тем, что нужно стремиться к тому, чтобы росло количество пассажиров. Рейл Балтика. Будет ли она все-таки в Риге проходить через Ригу? Мы видим масштабное строительство. А вот есть большие сомнения по этому поводу. Я очень надеюсь, я должен сразу сказать, что это проект правительства. Это не проект Риги. И было бы совершенно глупо создать поезд, который едет через Латвию. Мы его оплачиваем. А он соединяет Таллинн, Вельниус и Берлин. Поэтому нам нужно определенно сделать все возможное, чтобы он шел через Ригу. Это даст очень много Риге, Рижанам и в экономическом отношении. Потому что Рига тогда станет еще более важным Балтийским центром. И будет ли это так? Я так понимаю, что правительство делает сейчас все возможное. Ищет финансирование, чтобы Рига была в эту первую очередь включена. С нашей стороны вызов заключается в том, чтобы создать инфраструктуру, чтобы хорошо интегрировать, например, проект Набережная Брадзиня. Один из таких проектов. Но мы, со своей стороны, можем эти решения создавать только тогда, когда уже есть эти решения основной террасы. А на техническом уровне их пока еще нет сейчас. Поэтому мы сейчас на низком старте, ждем. Но мы работаем, будем ждать. И я очень надеюсь, что все-таки здравый смысл победит. Да, я с вами совершенно согласен. Надеемся, что здравый смысл победит. Вот этот виадук, который стоит около железнодорожного моста, он, знаете, такой образ, ведущий в никуда, куда-то в небеса. Чтобы так не стало этой метафорой. Да, как мы в Риге говорим, надеемся, что это не будет мост, с которого можно только в Долгово спрыгнуть. Мы надеемся, что можно будет куда-то и доехать. В будущность свою в оппозиции в Рижской думе вы много высказывались по поводу предыдущего руководства и критиковали его за контроль над работой муниципальных предприятий. Как сейчас предстоит дело? Там было много вопросов. Как вы сейчас оцениваете работу муниципальных предприятий, Рига Сатексма и так далее? Ну, мне кажется, пару вопросов. Я должен сказать, что управление улучшилось. То, что мы сделали, мы провели такую деполитизацию. Если когда-то политики, депутаты были в правлениях, этого больше не происходит и выбирают профессионалов. Что касается того, какие они, я бы сказал, что разные. И я бы хотел похвалить Рига Сатексмы, которые из практически обанкротившегося предприятия стали компанией с хорошим управлением. Конечно же, есть и те компании, которые до сих пор сталкиваются с вызовами. Рига с нами объединились с центральным рынком и с Рига Сервис. И мы чувствуем, что возможны улучшения, например, оказания услуг школам и возле школы на спортивных площадках. Есть еще куда расти и совершенствоваться. Я бы сказал, что там еще есть проблемы. Рига Сатексмы, Паралнекс, как обычно, есть проблемы. Но чисто объективно я бы сказал, что за последние годы управление улучшилось. Если мы все же очень настаиваем, с учетом того, что мы очень настаиваем на том, чтобы качество обслуживания росло. Есть прогресс в некоторых компаниях очень большой, но есть еще что делать. Что за проблема с Рига Сатексмы, Паралнекс, которая остается актуальна? С учетом того, что вначале мы говорили, например, о проблемах с утеплением, и с учетом того, что Рига Сатексмы, Паралнекс все же управляет домами, которые не переняты, так называемые, где жители до сих пор еще не взяли эти вразды правления в свои руки, понятно, что там гораздо сложнее принимать решения. Если владельца не до конца интересует, что происходит с его имуществом, то, конечно, там не складывается хорошее сотрудничество. Такие вещи. И плюс очень много рутины и, соответственно, и проблем. Возвращаемся к празднику и праздничным мероприятиям. В частности, тем не менее, не обошлось и без инцидентов. Я имею в виду инсталляцию, которая стоит на Домской площади, которая привела к травмам нескольких детей. Вы высказывали вчера по этому поводу, принесли свои извинения семье, чей ребенок пострадал на качелях на этом объекте у Домского собора. И также вы упомянули, что необходимо обратиться за компенсациям, причем не только физическими, но и моральными страданиями. А к кому обращаться? Да, вчера мы обсудили с изготовителем инсталляции. Он уже связался с семьей и уже предложил помощь в компенсации их страданий моральных, физически доставленных неудобств. Поэтому я бы сказал, что этот вопрос, я надеюсь, улажен. Ну, это одна семья, на самом деле, очень большое количество, даже я знаю нескольких человек, которые получили там более легкие, но тем не менее травмы. Планирует ли как-то Рижская Дума компенсировать этот момент? И если будет известно еще о каких-то случаях, обязательно мы также предложим изготовителям инсталляции связаться с ними. Но вчера были немного неверные сведения, потому что говорили о тяжелых травмах, а оказалось, что все же это не соответствует действительности. Но если есть, то обязательно обращайтесь в Думу, мы будем решать этот вопрос. То есть просто заходить на сайт Думы и звонить по контактному телефону? Например, да. Да, или в Центр жителей района. Все-таки по поводу контроля за этой инсталляцией я хочу разобраться. Сейчас вот в том числе прошу вас прокомментировать слова руководителя отдела искусства в городской среде оформления Рижской Думы Яниса Креев Калансака, который сказал, что это не детская площадка, а объект экологического искусства, и это должны осознавать посетители. Но он стоит в общественном месте. Пойди объясни ребенку, где и с какой интенсивностью он хочет и должен качаться на качелях. У меня тоже два маленьких ребенка, и совершенно понятно, что не ребенок должен решать, является ли это инсталляцией искусства, или детской площадкой, где можно покататься на качелях. Понятно, если это находится в городе, то объект должен быть безопасным, и если это похоже на качели, понятно, что дети будут их, соответственно, использовать. И я считаю, что все такие объекты должны быть безопасными, и это должно быть само собой разумеющим. Тоже не могу вас об этом не спросить, это тоже тема, которая поднимается в связи с вниманием к этой инсталляции. Как получилось так, что автором проекта стал Томс Камперс, один из сын бывшего генерального секретаря нового единства, Артиса Камперса? Прежде всего, я хочу сказать, что дети не должны отвечать за грехи родителей, и поэтому я бы все же призвал не смотреть на эти вещи так примитивно. Во-вторых, был конкурс эскизов, 21 художник приняли участие, предлагали свои инсталляции, была комиссия, простите, там были не политики, там были очень известные авторитетные люди в области искусства, именно они приняли решение, что эта инсталляция имеет большую художественную ценность, чем остальные. И если мы бросаем тень, то получается, что тень мы бросаем на этих людей искусства, и это неправильно, как я считаю. Я бы все же призвал понять, в какой момент есть смысл устроить теорию заговора, в какой нет. Итак, 17 августа, кульминация праздника Дня Риги, который, в общем, отмечается уже на протяжении всего августа. Расскажите, пожалуйста, программа обширная, можете ли вы выделить наиболее значительные события, которые необходимо посетить, обратить на них внимание? Мне лично, эмоционально, больше всего нравится. Вот сегодня мы поздравляем золотые пары, мы нашли 95 пар, которые в браке провели 50 и более лет, и есть даже одна пара, которая жената уже 70 лет. И это, конечно, всегда красивое мероприятие. Из более публичных мероприятий, ну, что важно в празднике? Важно хорошо поесть, подвигаться и быть в хорошей компании. Завтра в Риге будет праздник вкуса, можно будет попробовать разные типичные блюда. Матвийская, не только кухня, будут мачки, где можно подвигаться, и на протяжении всего дня будут разные представления, танцы, музыка. И кульминация будет на набережной, шоу, лазерное шоу с фонтанами завтра вечером. Но весь день будет что делать, приходите, и я напомню, что завтра и послезавтра в Риге общественный транспорт бесплатный, лучше оставьте машину дома, и наверняка будет очень много людей, и, может быть, не так легко будет найти место для парковки. Может быть, несколько слов в этот праздничный день рижанам вы могли бы сообщить? Ну, абсолютно. Во-первых, хочу поздравить всех с днём рождения Риги, 823 года. Рига действительно исторически богатый традициями город. Приходите, и будем праздновать все вместе. Спасибо вам большое. Мэр Риги Тирсис был вместе с нами. Напоминаю, что праздник города отмечается на этих выходных. Подробнее с программой можно ознакомиться на сайте wassara.riga.lv. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова